Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Мах без доната. Видим, приобрелся скилл боевое лечение, купил скилл за 27 миллионов адены, за 5 миллионов аден. Взял 48 уровень, за счет вот такой вот баночки она мне с 41 уровня сразу на 48 меня апнула. Стою в данный момент на угодье флоран, тут мне повезет выбить ожерелье мольбы, потому что муравейники на втором этаже я стоял, пытался как бы, я неделю стоял, ничего не выбил, вообще ничего. Я думал, ну повезет, возможно повезет, но потом посмотрел, что на угодье флоран и много с кого выпадает это ожерелье. Вот, с осы выпадают, с антилопы и еще дополнительно выпадают разные книжки. Вот, заклинание концентрации. Чтоб вы, ну, понимали, вот, как я добываю алмазы. Я выбил вот такой вот меч. Видим, просто меч за 12 алмазов продал и на плюс 7 мне получилось заточить и по 50 алмазиков. Только смотрите, если вы будете, я уверен, после этого видео, возможно, этих мечей станет больше на аукционе, но как их станет больше, начнется надемпиться и этот меч может опуститься до 12 алмазов. Алмазов, то всегда смотрите за тем, чего нет, то, что нужно в колу. Возьмем книгу, мне вот, к примеру, критическая магия и эхо-воодушевление. Давайте посмотрим, где оно выбивается. Вот эхо-воодушевление мне нужно. Лагерь налетчиков. Лагерь налетчиков. Долина смерти. Ну, на РБ мы точно не пойдем. Призрачный магический голем. Лагерь налетчиков. Ну, сюда мне еще как бы рано. И так как я твином стоял в саду Гаргон, падают синие вещи, но... Я выбил... Там вроде книжку на мага тьму твином и все. Тоже дня 4 стоял. С боевым лечением. Мах. Теперь у меня может, ну, спокойненько фармить под моим надзорчиком, пополняя баночки хп. Иногда фармить спокойно с ударом пламени. Обычный клан. Че-то 3 дня я не могу застать Каэла. Ну, не вижу его в голосе. Писать так не хочу. А то, что он мне пообещал посох. Вот такой вот посох. Ведь жизни. Мои качества заключаются в том, что... Я пытаюсь выбивать разные итемы. Точить их и продавать. Это достаточно скучно. Так, а символ что у нас? Третий символ 45. Ну, символ тяжело заточить, конечно. Продавать итемы, качаться. Вот, у меня уже есть 96 алмазов. Возможно, продастся, что у меня там выставлено на аукцион в скором времени. Ребят, подскажите, пожалуйста, что с L2M случилось? Почему все продают чару? Ну, не все, но волна. Волна пошла, такая волна. Это такой кризис, что ли? Денег не хватает? Или есть иная какая-то причина, которая способствовала этому? У меня свое мнение, но я хочу услышать ваше мнение. Возможно, вы что-то знаете, чего не знаю я. И, кстати, если вам нравится мой контент, пожалуйста, больше лайков. Больше лайков, чтобы я видел. Чтобы я мотивировался вашими лайками. И делал больше, лучше и качественнее вообще. Чтобы вижу много видео. Я понимаю, что люди, множество видео, типа Lineage 2 Mobile, там, от 8 окон до 16 тысяч деревянных. Ребят, не ведитесь. 8 окон приносили вам столько денег. Вам нужно забустить этих персонажей. Это будет через 2-3 месяца. Они будут вам приносить, там, первый месяц, там, 500. Там, второй месяц, там, 2000 стабильно, короче. Ну, это того не стоит. Эта игра раньше закроется, чем вы начнете на ней зарабатывать. Я хочу привлечь комьюнити сюда не такое. Мастера Гу, короче, Мастер Гу. Ну, вы сами, ну, вы поняли, о каком мастере я говорю. Интервью у Мегиона. И Мегион такой рассказал, как это круто захватить сервер. И сколько замка идет алмазов. И он привел вот это комьюнити, которое хочет заработать. Ему все равно на PvP, на отжатие серверов этому комьюнити. Ему это пофиг. Им главное заработать побольше денюжки. Заполонить вот этими ботами все пространство. Но это круто, конечно, для ПК игроков. Потому что есть, что ПК-шить. Как бы тебе весело. Ты бегаешь, убиваешь. Кто-то горит в чате. Ты на это обращаешь внимание. Lineage 2 Mobile это политическая, в первую очередь, социальная игра. Где ты в одиночку, ну, не добьешься ничего. Но если ты, конечно, не вложишь пару лямов в эту игру. Ну, ты можешь добиться, конечно. Ну, а так, если ты обычный игрок. Которому нравится провести вечер в общении. Ну, в компании такие же, как ты. С общими интересами. То Lineage 2 Mobile тебе подходит полностью. Так, а теперь мы подошли к тому моменту. Я, короче, когда вступал в клан, я написал, что я новенький. Играю две недели. И дальше будет общение с этого клана. О чем думают люди? Куда будут развиваться? Еще раз напоминаю. Пальцы вверх. Вечер добрый. Да, я просто вот скачал Ла 2, где-то недельки две играю. Не знаю, что тут делать. Ну, так же качаться по квестам, одеваться. То есть, ну, стандартно. А ты на каком сервере? На второй Леоне. А, ну, все правильно, мы там же. А ты какой левел? Ну, сейчас 48. Ты 48? Да. И не знаешь, что делать? Ну, я две недели играю. Я-то вообще тоже, считай, на вечер в игре буквально, сколько я там, тут уже дня три или два. А до этого играл? Ну, в обычную линейку. А, ну, тебе бутылек, короче, дадут в ежедневках. Такой там, вот, сейчас скажу, бонусы делал на восьмой день, который. И я 41-го, 48-го сразу взял. А, ну, наверное, так же будет. Сейчас я с компа тогда зайду. А, я не знаю, чем мне так смешно. Вот притворяться кем-то другим, это жестко вообще. Это умение вовремя завалить хлебало своих эмоций. Сейчас компа зашел. О, совсем другой голос. И голос сразу поменялся, другой что. Да? Угу. Ну, телефон искажает голос, а вообще, в принципе, и программа искажает. Я не знаю, вот гринди устаю, там, качаюсь, пытаюсь что-то выбить, ничего не падает. А ты с сосками качаешься? Без, конечно. Гайдов, блин, подстрел от мастера. Ну, вроде говорил, что без сосок лучше то, что, ну, смысла нет, они дорогие. Ну, с ними же урон больше, по идее. А у тебя соски выкачаны, уже качать надо. Почему нет, просто в магазине покупаешь и все? Пайт собрался, решил зайти поздороваться. Да у нас сегодня это... Асян сегодня пошел фармить этот... Мурамейник и ТМ. Ну, эти кристаллики, чтобы... Драк камня. Чтобы можно было пуху зеленую создать. Сам пошел, ему не падало. Потом я ему в пати взял, но я, правда, вышел его. Ну, я муравейники стоял. На втором, вроде. Я хотел это, ожерелку там выбить. А ты на каком левеле, Виталь, туда пошел? На... Я на арбе стоял, на сороковом. Ну, я карту арба вытащил, и синюю мне повезло. Я выучил эти скиллы на арба. Стоял он медленно, конечно, бил, но все равно я вообще мах, как бы. Но четыре стоял, то ничего не выбил. Ну, если я ожерелку именно хотел выбить. Не-не. Виталь, не вы ожерелки. Фишка-фишка в том, ему вообще ничего не падало почему-то. Может, целый маленький левел был, хер у меня. Не-не, просто на этой игре пока еще не знаем, что еще тупы. Я говорю, Костя, скорее всего, что полавила мне подходит. Потому что я тебе говорю, когда я тебе когда сказал, что пошли, я тебя в пати возьму. Я пятьдесят два перца привел. Я только туда пришел, через телепорт тп шнулся, между локациями. Ну, туда далеко улетел. Мне сразу выпало. Может, ты залывала, потому что, ну, ты маленький еще. А там какие бабла, вот я вишню, не знаю просто. Я не знаю, я честно не знаю. Я щупаю, я могу стоять, я стою, как бы. Там есть где-то в интернете список, как бы, какие левелы, по каким локам. А так фиг его знает. Не знаю. Ну, я мастер смотрел, то вроде все видео пересмотрел такие с гайдетскими, то он говорил, тут смысл, ну, не важен левел, важен вот твой, там, точность, урон, короче. Вот эта роля, это то, что уровень, ну, конечно, уровень важен, но именно вот коллекцию карт и этих, и вещей, типа, вот это важно очень. То, что ты можешь, типа, закрыть кучу карт и кучу этих вещей, ты сможешь там стоять где-то, я не знаю, где, вот, в долине драконов, к примеру, на 30-м уровне даже. Спокойно и там комфортно себя чувствовать. Ну, все зависит от твоего кошелька. Ну, ты в синьку в синь и шматанет? Я нет, я кармин себе скрафтил, там, какую-то зеленую пушку выбил. Синьку-то? Мне понюхать эту синьку. Ты маг, Виталий, да? Да. Мне пока у меня... А, подожди, как нету, подожди. Да. Есть у меня ствол. Так, только мне надо снять сейчас его. Ты маг. Что за ствол? Я просто скажу, синие, там уже не важно. Это лучше будет по-любому, чем у тебя есть. Так, мне только надо снять. Стоп, вопрос. У тебя 10 кристаллов есть? Мне 8 только. Блин. Да, блин. Это фиг знает, когда она продастся. Мне повезло. Я, короче, зеленую пушку заточил на плюс 7. И за 50 алмазов продал. Это сложно. Я не знаю, как тут пустится. Я просто, ну... Сложно. Не, ну-ка. Ну, блин, ну как? Потихонечку, парни, будем... Вот, смотри, у меня есть ствол. Вот такой. Смотри, я в диспорт скину в канал фото-видео. Ого, ничего себе. Вот, смотри, у меня есть такой ствол. Мне надо... Ты давай что-нибудь продавай, чтобы мы с тобой замутили. Я за 10... За 10 кристаллов выставлю его. Сразу запоминайте, парни. Когда между друг другом передавать синие... Что-то синее. Я уже... У меня просто 9 персов. Я как бы клан качал тут. Вы подтягиваться начали. Когда на аукцион выставляешь синюю вещь, зеленая... Зеленая появляется на аукционе через полчаса. Синяя вещь. Будь то оружие, будь то шмот. Вот, если я выставил, она появляется через час 20 плюс-минус 15 минут. Короче, ты долго. Ну, это игра, бля, я хуйно. Тут такой аукцион, он так замучил. Так, Витос, смотри, тебе надо 10, это 10 кристаллов, потому что меньше я поставить не смогу. Че-нибудь точи, че-нибудь продавай. Я этот ствол на склад положу. Я точил зеленые вещи, стволы, там, на плюс 7, на плюс 8. Выставлял за 20, за 30. Не, ну, если на плюс 8, там на плюс 9, там уже можно и за 80 кристаллов поставить. Ну, все. Как кристалл замучишь, я тебе тоже передам. Так что, парень, мутите кристалла. Я вас немножко обогнал. Класс, и все, я буду сейчас что-то выбивать. Где бы взять их кристаллы? Что-то точить-то, да. Не, ну так, не в голову, не в омут, пацаны. Так, пытайтесь. У тебя 40-е, 40-е нужно брать. Это точно то, что аукцион... Не, подожди. Ну да, аукцион работает, только 40-го. Витов, правильно, продажа. 40-ой брать надо, чтобы можно было мутиться. Ну, я стремлюсь, как бы, к этому. Я все-таки думаю, тебе в первую очередь надо в зеленку одеться, в зеленый ствол сделать, сдачить все на плюс 4, оружие на плюс 6, и потом, да, 40-ой, реально. Я скупаю точки вот эти в магазине, вот делал магазин, нажимаешь сверху, и там адены, и точки хотя бы по 5 штучек, вот это они ежедневно обновляются. Не, я понял, ну просто у меня пока нет возможности зеленку скрафтить. Вот перчатки, допустим, кормя на скрафтить. Блядь, у меня нету ничего. Вот ты как очень слой был, Костян? 32-й. Вот 32-й. Живи! Знаешь, где живи? Подожди. Логу откроем, еще не вычислить, все. Руины отчаяния, руины страданий. Вот. Зашел в игру туда, ушел спать туда, поставил и пускай, и бабки будут идти. Все, только на окраину логи, куда-нибудь уходи, чтобы, когда прилетает этот меч, этот, заречь, чтобы тебя не убивали, массухами там, блядь. А все, два-три дня у тебя и деньги будут, и, блядь, ты там кристаллов наделаешь их. Ну, раньше будет. Потом, потом проще будет. В частности, зеленка детона. Подожди, а клановые мероприятия, что-то делать? Мы общаемся в дискорде. У нас клановые мероприятия такие, очень сложные. Это шашлыки на даче, выбираем, кому едем. Ой, это хорошо, мне нравится. Да какие, Виталь, клановые мероприятия? Пока просто создается все. Тел, понимаешь, если на такой уровень выводишь, я как пел, сейчас скажу, у вас клановые мероприятия в 9, нет, не в 9, сейчас скажу, в 2 часа 30 минут по МСК идем кланам на данж, который высыпает Бремнона, который вот этот ивент, новый. Как это называется, подожди. У меня на складе. Ну, вот, 2 раза в сутки проходит данж, сейчас он соловый. Ну, Бремнон, хороший данж, там кусочки красной, на синей шмотке падают, я пытаюсь не пропускать его. Там дохера, а что падает, там, там, там очень много. Ну, это же неправильно будет, потому что, если бы я был помоложе, клан был другой. Ну, куда, кто может, то и хоть. Просто, понимаешь, мне нужен коллектив, которому хотя бы 4-5 человек созданим, чтобы можно было данжи другие фармить. Потому что клан у нас, считай, мы вдвоем с сережкой прокачали клан до 4-го, сейчас на 5-й идем. Ребята будут подтягиваться, конечно, быстрее все это будет. Ну, фишка в том, что данжи кланового закрывать. Потому что, вот просто. Клановые данжи? Да. Что это такое? Ты в клан холл влетал? Короче, смотри. Я сам не понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, что такое клановый данж? Это анквин. Анквин, значит, что такое. Линейку игран. РБ, конечно, англин, это РБ родил кольцо. Это РБ клана, которому никто не мешает. Там никого не будет. Мы заходим кланом чисто, мы должны убить РБ и там выпадает сейчас, подожди, я в КВХ сейчас сорвусь. Короче, там офигенный дроп. Ну, понятно, что он не будет каждый день выпадать таким, но там есть классная тема одному из нас увеличить свой гус, чтобы мы все двигались дальше, понимаешь? и самое главное, если в линейке на ту же анквин ходили, там за нее драться нужно было, здесь драться не надо будет, здесь только пойдет клан. Я понял, это подземелье какое-то в клане, короче. И мы идем, его убиваем, и нам ни один человек на сервере не мешает. Там есть анквин, там есть орфен, там неважно название, там красные книжки, короче, красные скиллы можно достать, красный шмот можно достать, то есть мы пошли, получили, поделили, все, забустились, друг друга защищаем, помогаем, фармим, все. То, что, то, что понимаешь, мы, если мы сейчас соберемся, вот ты, я, Костик, Серега придет, там, Мишка вступил, клан, если мы сейчас на любого РБ вот так где-то в мире придем, ты прекрасно понимаешь, там, пиздюли, получим, ну, да, мы с ним прокачаны, потому что, ну, Серега он прокачанный, ну, у меня несколько персонажей есть немножко заобученный, ходили мы туда, когда идешь к РБ, на подходе снимает. Как можете сами слышать, что новые игроки в ЛА-2 мобайл есть, их, конечно, мало, но они есть. Не как при старте, когда все луки были забиты, и карта была настолько маленькая, что, ну, там просто за каждый спот постоянно велось пвп. Если ты планируешь играть Линейдж 2 мобайл, не только ради прибыли будешь играть Линейдж 2 мобайл, конечно, играй. Нужно нормальное комьюнити, которое будет играть, чтобы был онлайн, если будет онлайн, то будет жить игра. С вами был Розе, всем до новых встреч. Продолжение следует...